Всем привет из Израиля! Друзья, сегодня я вас приглашаю прогуляться по Икее. По вашим просьбам, уже в который раз, будем смотреть, что же там у нас в Икее. Где-то примерно месяца полтора назад я ее снимала, но так как вы просили еще раз показать, поэтому приехала и буду вам показывать. Ну а сейчас нахожусь на площади Биг, покажу немножко, как идти до Икее. Вот так выглядит площадь Биг. Тоже, кстати, недавно я снимала эту площадь и сразу хочу сделать поправку. По прошлому видео сказала, что в субботу она не работает, эта площадь, но торговая площадь работает в субботу. Поэтому вы можете также как Аотлеты на Цомит Волком и площадь Биг возле Икеи в выходные приехать и пошопинговать. Нам поворачивать сюда, и вот сейчас вы увидите вдалеке, вот там, вот видите, уже написано Икея нам в эту сторону. Приехала я сюда на Метроните Единица. Вообще целый квест был, как я добиралась. Давно уже не ездила. Села на Метроните Двойка. Почему-то подумала, что он не идет до Икеи. Вышла, ждала еще минут 10. Прошла четверка, я тоже не знала, четверка новый маршрут. Как доехать, спросила у водителя, он что-то мне непонятно ответил, помахал руками. Короче, думаю, ладно, дождусь Единицу. И когда уже села в Единицу, вспомнила, что и на Двойке можно доехать до Икеи, и на Единицы, и оказывается на Четверке тоже. Так что имейте в виду, Метрониты, Единица, Двойка и Четверка идут до Икеи. Но в выходной в субботу ходит только Единица, раз в полчаса, может быть сейчас почаще. Расписание старое. И да, к моему удивлению, опять же, вопрос о проезде. Раньше проезд был в Краёте с Хайфу до Краёте 10 шекелей, а сейчас 5.50. Так же, как и по Хайфе. То есть единый билет, и вам не нужно выбирать, как раньше было в валидаторе. Выбираешь Краёте, компонсируешь билет. Сейчас в Метроните можно отбить его в валидаторе. Цена одинаковая, что вы едете по Хайфе, что по Краёте. Вот очень удобно. Вот как-то так. Нам нужно пройти вот через этот переход. Такой удобный. Вон там Икея. И уже совсем рядышком находится Икея. Дороги здесь, видите, какие. У нас тоже в Израиле бывают такие дороги. Ребята, еще немного займу вашего внимания. Посмотрите, как красиво цветет юта. Пальмы. Обычно цветут весной. Сегодня была на Бодгалиме. Увидела тоже во дворе цветущее дерево. Удивилась. И вот здесь тоже. Посмотрите, как красиво. Правда же? Вот так выглядит площадь перед Икея. Как всегда, торговый центр. Как видите, есть парковка огромная наземная. Есть огромная парковка подземная, бесплатная. Ну, а здесь новый еще один торговый центр. Там, я так понимаю, что товары для дома я ни разу не была. Как-то все никак туда не дойду. Там мебель и все для интерьера, скорее всего, для дома. Может быть, как-нибудь сделаю обзор. Ну, все. Заходим в прохладную Икею. Вернее, в торговый центр. Икея у нас двухэтажная. Для новеньких, кто впервые на канале. Потому что обзоры уже Икеи были. Пока не забыла, по пятницам Икея работает с девяти. В другие дни не помню. Но расписание вы сейчас увидите на экране. Двухэтажный торговый центр. Здесь обычно ходит паровозик, как в Икеи везде. Ну, по крайней мере, в Омске ходил паровозик. Сейчас не знаю. На входе традиционно нас встречает сумка, которая говорит, не знаю, говорит она сейчас или нет. Я ее всегда показываю. Есть желтые ценники, которые говорят нам о том, что есть определенные скидки. Не знаю, как вам, но мне всегда нравится смотреть на вот эти интерьеры, которые делают в Икею. Устанавливают или как это правильно-то сказать. Целые квартиры. Такая однокомнатная. Вот диванчик такой, 795 шекелей. Ребята просили показать мягкую мебель, но, конечно, я всю показать вам ее, естественно, не смогу. Это будет тогда очень долго. К примеру, 695 стоят вот такие кресла. Смотрите, какие яркие цвета. 495 шекелей стоит вот такой диванчик. Угловой диван 4,490. Кресло 490 и 295. Вот такие оформленные зоны. Красивые. Я думаю, что в разных городах, наверное, они разные, да? Напишите, ребята, какие зоны у вас. А вообще, конечно, ну вот если говорить о мебели в России, вот лично на моем опыте, опыт моей семьи из Икеи, ну, у дочери стоит только двухъярусная детская кровать. Остальное все было мебель на заказ. Причем отличного качества, не сравнить с Икеей. У меня то же самое. Даже не могу сказать, что из мебели было. Вообще ничего не было. И кухонную зону я тоже делала на заказ. И стол покупала в другом месте. Ну, то есть, как бы мебель была собрана совершенно в других местах, не в Икеи. Но уже вот здесь, в Израиле, да, могу сказать, что у нас и кровать, и диван, и полки. Полка вот похожая, только поуже мы покупали здесь. Не помню, что еще. Еще какой-то шкаф мы покупали здесь, в Икеи. Вот, наверное, все-таки, как бы, выбор получше, и здесь оно подешевле. Наверное, так. Вот такой стол стоит 250 шекелей. Это очень дешево для Израиля. Наборы столов. 350 шекелей, деревянный столик, ой-какой приятный и натуральный. Ну, здесь кухонные зоны. Такие интересные. Разных цветов кухни. Здесь еще. Тоже зоны кухонные. 1220. Недорого. Для маленьких кухонок. Вообще, наверное, в большей степени мы все приезжаем сюда, чтобы поглазеть, погулять. Купить каких-нибудь мелочей. Это спальни. Еще одна интересная зона. Деревянный такой, дачный стиль. Сладка 1145. Постельная. 145 шекелей. Ну, вот я так и не поняла. Это спальная кровать или нет. Ну, если по ценникам, то отдельно еще 75 шекелей простынь. Кажется, я правильно поняла. Ребята, кто знает поточнее, сообщите, пожалуйста, срочно в комментариях. Всевозможные шкафы. 7 шекелей. Это что здесь? Рулетка, что ли? 79 шекелей. Вот такой шифонерчик. Мы, кстати, тоже здесь не очень давно купили шифонер. Не помню, вот такой. Или другой. В общем, тоже цены были такие неплохие. Вот, смотрите, тоже такой недорогой шифонерчик. 995 шекелей. Вот так внутри выглядит. И вот так. Это уже детский отдел. Много очень мягких игрушек. Периодически показываю вам, потому что просили. Ну, опять же, это Икея. Это не местные игрушки. Вот из детского отдела уже можно выйти как раз на кафе. И выход на первый этаж. Ух ты! Какая очередь уже здесь. Здесь приятная сервировка в чёрных тонах. Икея пока ещё закрыта. Наверное, с 11 будет. А здесь вот рядом есть кафе. Здесь уже очередь. Можно спуститься вниз на первый этаж на лифте. А можно спуститься пешком. И вот там тоже есть отделы с мелочёвкой, с посудой. Народа уже, конечно, очень много. Хотела к открытию приехать, но не получилось. В прошлый раз проходила мимо, купила сковородку за 25 шекелей. Но немножечко пригорает. Не совсем удобная. Там кастрюлька уже вижу. 45 шекелей. Вот смотрите, ребята. Вот такая небольшая кастрюлечка. Кому интересна такая сейчас цена. Вот ещё жёлтый ценник. 15 шекелей. 5 шекелей. Белые чашки. Смотрите-ка, сколько их тут много. Народ идёт с чашками. Кстати, очень удобные и недорого. И вот вся посуда тоже по 5 шекелей белого цвета. Я её очень люблю. У меня дома только такая почему-то посуда. Интересует керамическая цвета, как видите. И наборы тоже. Набор 39 шекелей. 4 чашечки. 49. Вот такие чашки тоже 4. То есть получается, их по отдельности собираешь. Отдельная цена. 3 вида чашек. 195 шекелей. По поводу постельного. Я спросила у консультанта. Сказали, что в отделе текстиля собираете всё по отдельности. Там есть консультант. И вас ещё более подробно проинформирует. Консультанта не вижу. Но пока вам покажу. Вот такие расцветки есть. Такие ненавязчивые пастельные тона в стиле икея. Ну это уже коврики всякие. Принадлежности для ванны. Мне нужны маленькие такие прихватки. Вижу по 10 шекелей. Сейчас я дойду до этих сереньких полотенчиков. Вот такой комплект. 4 маленьких полотенчика. Стоит 10 шекелей. Набрала полотенце. Целую кучу. 12 штук. 30 шекелей. Ну а вот эти симпатичные ведёрки стоят 7 шекелей. Всевозможные плетёночки. Но они здесь, конечно, такие дороговастенькие. 95 шекелей. 175 шекелей. Такая корзиночка. Вот ещё 95 шекелей. Разновидность разных плетёночек. Вот такой наборчик я покупала. Кстати, очень удобный. Их 3 штуки. Вот видите. Не вижу цену. Сейчас если найду. 69 шекелей. Отдел светильники. 25 шекелей. Скидка. На какой светильник? Не могу понять. Да, 25 шекелей. Вот такой светильничек. Разные такие висячие лампочки. В среднем 30-50 шекелей. Абажуры. Вот это счастье. 145 шекелей. 375. Но не всё. Вот вижу 295. Ценит по 125 шекелей. А это 295. Причём, я обратила внимание, мы покупали здесь люстру. Я не вижу сейчас такой. Значит, время от времени у них меняется какой-то ассортимент и не повторяется. Так ведь, ребята? Правильно сказала, надеюсь. В один из прошлых разов мы покупали здесь светильник. Была дилемма, какой выбрать вот из этих двух. Взяли большой. Вы знаете, вот угадали. Прям хорошо вписался так в комнату, потому что гостиная достаточно большая. Вот эти три фонарика. Хотя первоначально я хотела их. Они бы всё равно, как бы, мелкие детали, наверное, потерялись бы. Ковры. Достаточно хороший здесь выбор тоже разных ковров, покрытий. К примеру, вот эта кругленькая стоит 595 шекелей. 69 шекелей. Только не всё. Вот это. Качество. Один из приятных отделов. Зеркала. Вот такое зеркало. 795 шекелей. И картины. Интересный отдел тоже. Тоже время от времени у них меняется что-то. О, медузы. Правильно. Актуальная тема для Израиля. Такой стенд с пляжной тематикой. Ну, а дальше уже свечи, цветочки. И сразу здесь такие запахи от ароматизированных свечей. 4 шекеля стоят такие свечечки. Ну-ка, есть запах, нет? Как-то не очень. Вот эти свечи очень вкусно пахнут. Как сиренью. Сколько стоят они? 9 шекелей. Я, наверное, сейчас возьму. Аромат просто невероятный. Вот этот запах костра, представляете? Дымом пахнет. Не пойму, что-то свежее, с травой что-то такое. Кажется, я нашла для себя новую игрушку. Ребята, как пахнет малиной, ягодами. Невероятно. Искусственные цветы. Посмотрите, как настоящие. Ну, а здесь уже цветы. Любимый мой отдел. Ну, наверное, не только мой. Разные. Посмотрите, какие листья интересные. 49 шекелей стоят вот эти растения. 59 шекелей. Бонзай, да? Правильно. Бонзай нет, но маленький бонзай. Такую красоту мы недавно взяли. Сейчас стоит 89 шекелей. Я не помню, по чему мы брали. Я не удержалась, купила этого красавца. И вот такие у меня еще покупочки. Полотенцем набрала. Мои покупки мне обошлись в 99 шекелей. Ну что, побывать в Икеи, как же не поесть. Идем в ресторан Икеи, посмотрим, что там сегодня. На сей раз в ресторане не так много людей. И вообще почти пусто. И вообще почти пусто. Такой здесь шницель. Порции, как видите, огромные. Можно брать двойной гарнир. Накидали мне, конечно, от души. Здесь, если не остановишь, то они тебе будут валить и валить в тарелку много. Порции огромные. Обычно еще дают майонез и кетчуп. И я взяла еще воду. И все это вышло у меня на 39 шекелей. Приятного аппетита. Пусто. Пока что никого нет. Ну вот в августе, какой-то день я попала, народу было очень много. Ну, в принципе, было везде. Все были с детьми. И в парках, и в магазинах, и в Икеа. То есть много было людей. Не знаю, что это был за день. Может быть, как раз вот перед школой. Такой вот был организованный отдых с ребятишками. Семейный. Я еще хотела взять хумус. Такие порции огромнейшие. Ну что, ребята. А сейчас идем смотреть торговый центр. Мне еще нужно зайти кое-какие магазины. Смотрите, вот на таких тележечках продают разные вкусняшки. Давайте подойдем, посмотрим, что здесь. Всевозможная выпечка. Выглядит аппетитно. И вот такая еда. Ой, сколько тут всего. Какой ассортимент. Прям вкусные всякие штучки. Ну, после Икеи уже как-то не сильно так. Но все равно интересно посмотреть. Магазин Фокс предлагает определенные скидки. Есть даже до 70%. Еще мне нравится вот этот отдел. Каролина Лемке. Очки. И здесь бывают различные скидки. Уже закончилась распродажа. Я здесь взяла двое очков. 200 шекелей заплатила. А так одни стоили 250. Сейчас покажу, какие примерно я взяла. Но в одном из видео я ошиблась. Сказала, что 300 за две пары. Нет, на самом деле они мне обошлись по 100 шекелей. Вот эти вот я очки взяла. 100 шекелей мне обошлись. И еще какие-то. Не помню. Ну, давайте, к примеру, посмотрим. Вот такие очки. Стоят они 200 шекелей. 229 шекелей. Вот такая красота. Двухцветная. Ну, такие очки похожи чем-то на мои. Мои были 250, а вторые 229. Мы поднялись на второй этаж. Ребята, смотрите, какая выпечка. Посмотрите, какой обалденный хлеб. Ой, а какой запах. Давайте немножко покажу вам нашу выпечку в Израиле. Израиль выпечка, как говорится, или Израиль без выпечки. Это ничто. Ну, что, ребята, наша прогулка по Икеа подходит к концу. Я всех благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И пока-пока.